Облигации могут быть выпущены самыми разными заемщиками. Например, компаниями и банками их именуют корпоративными облигациями государством. Это облигации федерального займа, а также региональными властями их именуют муниципальными облигациями. Но первые два типа, они более популярны. На рынке существует несколько вариантов покупки облигаций. В качестве первого варианта покупки облигаций выделю брокерский счет. То есть наиболее, наверное, такой пока известный у нас в стране инструмент. То есть суть в том, что вам облигации нужно куда-то приобрести. Вот есть, например, счет как в банке, текущий счет, так и есть счет для покупки ценных бумаг. Брокерский счет удобен тем, что вы туда можете положить любую сумму средств, облигации можно купить от 1 тысячи рублей, то есть там минимальный лот. Можно на брокерский счет покупать любые облигации. Корпоративные, облигации федерального займа, облигации Газпромбанка. Можно покупать туда же и акции, то есть собирать себе портфель. Сделку можно сделать либо через торговую систему, то есть у всех, кто предоставляет брокерские счета, есть торговые терминалы. Второй вариант – можно сделать заявку с голоса. То есть вы звоните банку, брокеру и совершаете сделку. Брокерский счет, он больше подходит тем, кто хочет вложить более солидную сумму денег от нескольких миллионов рублей, тем, кто не готов к долгосрочному инвестированию, то есть не готов вкладывать деньги на срок более трех лет. Для остальных инвесторов есть альтернативный вариант – это индивидуальный инвестиционный счет. Такой инструмент, как индивидуальный инвестиционный счет, был разработан специально для того, чтобы стимулировать инвестиционную активность населения, то есть это такой гибрид брокерского счета и выгоды от налогового вычета. Есть два типа вычета – это на взнос тех денег, которые вы внесли на этот счет и на полученный доход. Наиболее популярный вид вычета – это вычет на взнос. Вы можете получить в год до 13% от внесенной суммы, то есть вы внесли, например, 400 тысяч рублей на ИИС, получили с этого 13%. Эта сумма равняется 52 тысячам рублей. Вы можете вносить деньги, например, во второй год до 400 тысяч, в третий год до 400 тысяч, и будете получать с каждого вот этого взноса вычета. Наиболее оптимальная стратегия – как раз вносить в год сумму до 400 тысяч. Например, можно нанести там 200 тысяч, первый, второй, третий год – 300 тысяч и так далее. Можно разные суммы вносить. Если вы вносите до этой суммы, то совокупная доходность, которая складывается из доходности, например, по облигациям и от налогового вычета, у вас будет на уровне в районе 10% годовых. На индивидуальный инвестиционный счет можно нанести сумму до 1 миллиона рублей. С ИИСа нельзя средства забирать 3 года. Если вы заберете средства в течение 3 лет, то вычеты полученные придется вернуть. Есть еще одна особенность ИИСа – он может быть только один. Вы не можете иметь сразу два открытых индивидуальных инвестиционных счета. Что касается брокерских счетов, то их может быть много. И сейчас среди инвесторов популярно сочетание ИИСа с брокерским счетом. В «Газпромбанке» мы предлагаем своим клиентам два типа ИИСов. Первый тип ИИС – это ИИС от управляющей компании, нашего надежного партнера «Газпромбанк управления активами». Это удобное коробочное решение. Здесь вы вкладываете деньги в готовую стратегию. Она называется на профессиональном языке «Стандартная стратегия дарительного управления». И, по сути, вы, открывая ИИС, сразу деньги кладете в определенную стратегию. Их у нас 4. И получаете решение под ключ. Есть еще второй тип ИИС – это ИИС непосредственно «Газпромбанка». Здесь решение более гибкое. То есть вы можете купить абсолютно любые бумаги, облигации, акции, которые торгуются на московской бирже. Вот этот вариант требует более активного погружения, управления. То есть он подойдет в том числе и для новичков тоже, но и для инвесторов, которые хотят получить более гибкий вариант и более активно управлять своими средствами. Но и на этот вариант тоже вам спокойно можно купить облигации «Газпромбанка», для себя сконструировав свою стратегию. Индивидуальный инвестиционный счет – это достаточно молодой инструмент, который появился только в 2015 году. Но уже сейчас на долю покупки облигаций приходится 40% именно на ИИС. И при этом в августе был открыт миллионный ИИС. Очень хороший показатель. ИИС активно развивается и пользуется спросом. В следующей программе я подробнее расскажу о налоговых вычетах, как их получить. Здесь есть определенные нюансы, поэтому их важно понимать любому инвестору. А в том числе я расскажу о ряде лайфхаках, связанных с облигациями с ИИСом. И посмотрим с вами на статистику рынка, которая поможет нам сделать определенные выводы о месте облигаций на финансовом рынке. Редактор субтитров А.Семкин